Привет! Вот у нас высохли листочки. Мы сейчас продолжаем ветку ранункулюсов создавать. В прошлом видео мы сделали чашелистики листья. Листочки по тому количеству, как я говорила, у меня уже все просохли хорошо. Таких вот листочков у меня 6 штук получилось для вот такой большой ветки ранункулюсов. Сейчас я покажу, как это потонировать. Таких у нас по плану было половинчатых таких 8 штучек. Вот таких 8 штук. И вот таких небольших маленьких листочков. Высохли они так вот. Интересно, как все загнутые в разные стороны. Вот таких у нас получилось 7 штук. Для того, чтобы их красиво потонировать, в этом видео еще покажу, как собрать ветку. У нас сборка будет стебля с листьями. Покажу, как это все красиво собрать и обработать. У нас будет несколько таких вот листочков. Покажу, как их скомпоновать потом все эти листочки между собой. Краски мне понадобятся для основного оттенка. Травяная зеленая с оливковой. То есть те же оттенки, которые мы замешивали в глину для лепки этих листьев. И немножко проплах красный прочный. Вот. Немножко совсем этой краски. Вот. На салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Ну, примерно один к одному. Оливковая и зеленая. Травяная. Просто вот их перемешайте с собой. Кисточка у меня здесь уже вся зеленая. Разбавитель нам здесь пока никакой не понадобится. Просто краской. Тонким слоем будем наносить почти что сухой кистью. И она достаточно быстро, в общем, высохнет. И не должна будет потом пачкаться. Зачерпываем, значит, эту краску немножко. Кисточку вытираем так, чтобы она не была слишком маслянистая, чтобы она не была слишком в краске. То есть такая полусухая. Сейчас попробую подсветить, чтобы было. И окрашиваем равномерно весь лист вот этой краской. Как бы так показать, чтобы видно было хорошо. Просто вот мы прямо вот втираем туда эту краску, чтобы сделать оттенок листочка чуть-чуть просто вот по насыщеннее. Растушевываю все это, подстегиваю по листочку. И в прожилке тоже, чтобы вот эта краска зашла. Надеюсь, что видно. Что я переживаю за освещение у нас пасмурно. Я и так уже включила весь возможный свет, какой только можно и вот лампу на штативе. Не знаю даже вот она. Мешает она или помогает, не пойму. Так, вот. Окрасили. Это с лицевой стороны. С изнаночной стороны не трогайте зеленой краской, оставьте так. Мы здесь немножко просто добавим кое-где красноватые акценты по прожилкам. Вот. И здесь красные акценты мы добавим. Сейчас я покажу, как покрасить еще вот такой вот маленький листочек. Ну, тут все то же самое, абсолютно все то же самое. Наносим краску и растушевываем по листочкам. И вот он получается практически сухой и не пачкает руки. То есть нам не понадобится какая-то дополнительная просушка еще. Можно будет сразу уже их собирать. Как покрасим, так будем собирать. И вот эти листочки аналогично, точно так же вот прокрашиваем. Затем, когда окрасите все листочки, возьмите немного краплак красный или какую-то другую красную краску, которой можно поставить акценты. Здесь не принципиально какая красная будет. Главное, чтобы не оранжевая там, не какая, не слишком уж розовая, да, вот. Вот, немножко. Вот, возьмите. Кисточка у меня уже здесь тоже украшенная уже все красная. Полусухой кисточкой с обратной стороны листочка. Проходим немножко вот по прожилочкам. Немножко. Пальчиком можно это растушевать. По прожилкам кое-где выделяю. Не сильно. Так вполне достаточно. Выделить просто чуть-чуть эти прожилки красноватым цветом. И на лицевой стороне листочка немножко добавьте красноватых акцентов по краешкам листочка. Где-то хаотично. Можно немножко у основания по краешкам. И сухой кисточкой просто сгладьте все вот эти пятна. То есть, чтобы это было более-менее растушевано. Переходы все эти. Так он немножко оживится и будет смотреться более реалистично. Особенно на свету. Как бы так показать-то? И на маленьких листочках добавим тоже кое-где красноватых акцентов. Немножко. И растушуем. И с обратной стороны по прожилке. И с обратной стороны по прожилке. И вот так окрашиваем все листочки. В дальнейшем покажу, как собрать веточки с листьями. Давайте сразу покажу, как чашелистик тоже чуть-чуть оживить, потонировать. Тоже вот этой красной краской. Сильно ничего здесь красить не надо. Надо выделить просто вот эти вот прожилки. Как они называются? Ну вот эти защипы, которые мы сделали. Ребрышки. Выделить их немножко красноватым оттенком. Чуть-чуть. Пальцем загладить, если что-то ярко слишком. Тоже, чтобы он не был просто однообразный такой зеленый. Видно тогда будет, что он искусственный. Если вот немножко добавить акцентов кое-где. Красный оттенок на зеленом, он дает такой вот эффект. Как будто чуть-чуть подсыхает. И вот у чашелистика можно кончики аккуратненько вот. Вот таким образом. И вот они немножко подсохли. Какие-то посильнее можно коричневыми сделать. Красный, зеленый, коричневый дает. Какой интересный. Получается такой вот эффект. Как будто они уже подсыхают. И становится более реалистично. С вот такими моментами лучше не пренебрегать. Лучше потратить несколько минут времени. И изделие станет более реалистично. И, конечно, в принципе. Да. powering. листочки. Вот у нас все уже готовы, окрашенные. Видно, надеюсь, хорошо. Теперь приступим к сборке веточек. Сделаем веточку. Покажу как ветку с листочками сделать. Вам понадобится тейп-лента, желательно белая или зеленая. Вот у меня светло-зеленая, мне она здесь хорошо подойдет. Тейп-лента у меня широкая, нам понадобится половинка, то есть повдоль разрежем ее пополам. Сложите ее в несколько раз и вот разрежьте, потому что сильно широкая, нам здесь не понадобится. Понадобится также клей, в моем случае латексный, и та же самая глина, из которой вот мы вот эти листочки лепили. Для стебельков понадобится. И она же пойдет потом на сборку общего стебля, то есть на ветку тоже, это же самая глина. Начнем с крупного листочка и к нему присоединим вот эти маленькие. То есть веточку сейчас мы сделаем один вид, да, и покажу потом, какие еще вам нужно будет собрать уже потом самостоятельно. То есть схему приблизительно покажу, как вам надо будет собирать их. Тейп-ленту закрепили под листочком, потом я беру вот этот половинчатый, такой вот узенький листочек, немножко его сгибаем вот так наискосок, прикладываем сюда, чтобы вот ровненько здесь и прикручиваем тейп-лентой на два оборота. И дальше мы спускаем эту тейп-ленту ниже, просто прокручиваем ее чуть ниже. Где-то у нас примерно вот, наверное, на этой высоте у нас будет еще листочек. Прикладываете, так примеряете, на какой высоте, то есть ну плюс-минус вот до сюда нам нужно будет глины сейчас обкатать и сделать прожилку в этом стебле, чтобы сделать сложный красивый стебель. Небольшой кусочек глину возьмем. Промажем здесь клеем. Немножко захватывая основание листочков, чуть-чуть совсем клиент должен задеть. Расплющиваем кусочек глины, наносим сзади, защипываем и как бы эту глину на листочке слегка вот так подтягиваем. Приплющиваем вот так, чтобы здесь выравниваем с краями листьев ее. Подкатываем чуть-чуть ее сюда вниз на нужную длину. Ну вот это так. И теперь здесь нам нужно будет как следует все замыть и обработать силиконовыми кистями. Ну мне, по крайней мере, ими удобно работать. Я их наконец-то приобрела. Долго я бегала за ними, все никак у меня руки не доходили. Водичка вот понадобится нам, салфеточка такая, чтобы вытирать воду лишнюю или грязь какую-то. Кисточка острая, круглая, острая, при этом она мягкая, очень такая вот эластичная. Этой кисточкой мы начинаем аккуратно замывать глину. Сейчас нам нужно соединить вот эти центральные прожилки листьев, сделать прожилку центральную на стебле. Поэтому вот этой тонкой, острой кисточкой мы выводим, сделаем здесь вот эту центральную прожилку. Продавливаем ее водой, создаем вот такую вот бороздку. И теперь вот сзади вот сейчас мы еще замоем, соединим эту глину. Глину вот можно пальчиком подгладить. То есть мы ее наглаживаем вот на листья. Замываем. Видите, у нас красиво вот эти краешки листьев плавно переходят в стебель. И здесь у нас так же происходит, да? Здесь посерединке тоже аккуратненько это мы замоем тоже на листья. Мы очень удобно это показывать на камеру. Замываем вот этот стык, чтобы его не было. Немножко так. Получается, что вот эти центральные прожилки, они как бы еще и здесь у нас продолжаются. За счет того, что мы здесь немного разделяем глину, немножко вот заглаживаем, вот получается, что они у нас как бы вот растут оба из одного стебля. И продолжаем на лицевой стороне обрабатывать, создавать эту центральную прожилку. Выводим ее из листочка по центру стебля проглаживаем. И с этим листочком мы здесь вот тоже вот здесь соединяем, то есть заглаживаем здесь, чтобы сделать как бы вот... И они идут два и соединяются в один. Такой вот, две такие бороздки соединяются в одну бороздку. Вот здесь вот такая вот интересная техника. Она очень добавит реалистичности вот веточки. То есть вы не просто глины обкатали, да, она не кругленькая будет, а такая вот как сбороздка. Сейчас по цвету, конечно, глины отличаются. Но это ничего, но высохнет, когда оно сравняется будет от знакового цвета стебель и листья. И стебель потом можно будет тоже немножко пройтись красной краской. Чуть-чуть совсем вот сухой кисточкой. Я уже этого показывать не буду, но вот это будет идентично, как вот здесь вот мы прокрашиваем. Процесс у нас здесь такой долгий, кропотливый. Чтобы сделать это максимально реалистично и идеально, здесь довольно много времени уходит. Ну, вот. Вот что у вас должно в итоге получиться. Вот. И сзади вот так. Наверное, слишком мы сделали это явно. Явно. Вот так. И здесь. Подправляем что-то где-то, если не очень ровно. Ну, вот. Вот так. То есть у нас два листка уходят в один стебель. Здесь такая центральная бороздочка такая. Можно даже эту кисточку положить так плашмен и пройтись прогладить. Да, вот так. И у нас еще один листочек. Немножко разматываем теперь эту ленту. Вот так. Вот так. И этот листочек мы точно так же вот сгибаем. Вот так. И прикладываем уже. Вот. Сюда он у нас прикладывается. Вот таким образом. Ровненько, чтобы было. Тоже приматываем его приплейкой на два-три оборотов. Парочку вот у меня здесь оборотов хватит. Так. И проматываем дальше. Так. то есть до конца веточки мы уже перейдем. А. Отправили на скотчек, с ними берем кусочек глины, К ветке мы будем цеплять, то есть определите длину листка мне достаточно будет вот до сюда, и вот на эту часть мы будем крепить уже потом к стеблю, к основному ветке, то есть где-то пару сантиметров мне здесь нужно длины обкатать, поэтому наверное даже и многовато взяла, ну ничего страшного, не попадет. Разомните, чтобы она была мягкая, эластичная, хорошо чтобы моделировалась. Снова берем клеи, наносим, и сзади тоже на листочек чуть-чуть, совсем немножечко нанесли, и пару сантиметров клеем, вот так промазываем. Мне очень нравится этот клей, он вообще вот для такой керамической флористики идеально подходит, прозрачный, нитки очень быстро высыхают. Тоже вот эту глину расплющили, вот так вот сзади подложили, вот так вот, и вот так вот сюда нам, обнимаем, как бы я ее слегка оттягиваю наверх и стягиваем ее, вот так вот. Сюда приложили его, так. Так. Устаниваем вниз. Убираем. Отправили. Здесь мы плите теперь тоже. Сзади оттягиваем эту глину, чтобы закрыть стык. Сейчас это все загладим. Здесь тоже мы глину частично натягиваем на веточку. То есть мы вот так ее выглаживаем здесь. Соединяем лист со стеблем, сохраняя при этом вот эту прожилку. Спитки здесь мы все загладываем. Спитки здесь мы все загладываем. Не было. Теперь спереди, на лицевой стороне точно так же. Здесь у нас прожилка. Центральную прожилку мы здесь продляем от той, которую мы уже сделали. Влажную кисточкой аккуратно. Продавливаем, проглаживаем. В центре. Следите за тем, чтобы она была именно по центру, чтобы она не освежала. Продолжаем работать с центральной прожилкой. И отсюда из листочка мы тоже выводим вот сюда. Центр вот так положим. Здесь вот аккуратно сглаживаем, чтобы была ровная площадка. с более широкой частью, чтобы кисти подвести. Водой все очень хорошо замывается, заглаживается. Очень аккуратно, красиво. Здесь вот уже глина подсыхает. Видно, да, что цвет практически уже сравнялся. Здесь у нас пока влажная вода. Здесь плохо видно эту прожилку. Ну, вот что у нас должно получиться. Вот такие веточки. То есть у нас вот таких веточек будет три. Они состоят из трех листочков. Один большой, один половинчатый, один вот такой тоже маленький. Вот три таких листочка. Это будет три вот таких веточки. Вот. Также самостоятельно вы сделаете вот, то есть три вот таких веточки. Да, я уже показала. Три. И четвертая будет у вас вот такая. То есть тоже большой листочек. К нему прикладываете вот такой половинчатый. Потом чуть ниже вы делаете еще вот такой маленький. И еще один половинчатый вы сделаете тоже где-то вот так. То есть это будет такой вот четвертый листочек. И пятый листочек у нас будет чуть побольше. Он тоже будет вот большой, половинчатый. Вот здесь будет вот такой маленький. И шестой. Останется у вас большой листок, который вы тоже сделаете вот так. Вот так. Это будет шестая веточка. И три вот таких. И всего у вас будет пять веток с листьями для ветки ранункулюса. И у нас остается еще два вот таких листочка. И два вот таких у нас остается. Два маленьких. Это мы сделаем на бутончики. То есть на каждый бутончик у нас будет один вот такой листочек. И один будет у нас вот такой листочек. То есть вот это у вас будут бутончики. Вот так. И второй также будет бутончик. Вот. 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 В общем то. И все. С листочками. Все понятно. Так. Я решила сразу снять тонировку цветочка. Для тонировки нам понадобится краска розовая светлая. У меня сонет. Вы можете взять ту краску розовую, которую добавляли изначально в цветочек. То есть в глину. У меня здесь была добавлена розовая светлая. Ну так небольшое количество. Вот. Значит я сделала немножко вот на крышечку. Ну что-то надо такое. По литру или что-то удобное. Куда впитываться не будет. Потому что сюда же нужно будет добавить капельку маленькую разбавителя. У меня здесь вот остатки в баночке уже не очень. Она чистая. Потому что там попадала краска туда. Но она еще нормальная. То есть этот разбавитель еще хороший. Ну вот остатки. Разбавитель я тоже покупала в магазине школа лепки Татьянка. Вот я повторяюсь уже. Чтобы напомнить так сказать вам эти моменты где все это купить. А вообще вот в описании видео я добавлю. Вообще вот по всем вот этим видео наверное добавлю магазины где что покупала. Вот. Значит бутончики я уже потонировала. Их уже самостоятельно вот окрасить. Я сейчас покажу как тонировать цветок. И бутончики идентичны. Вот. Надеюсь видно здесь вот чуть поменьше я потонировала. Так вот такие вот интересные конечно уже такие оттенки стали. Намного интереснее стали бутончики да чем были до этого. Вот они у меня тонированные. Надеюсь видно. Освещение я тут всячески пыталась настраивать так чтобы это было все понятно и хорошо. Вот. Более менее старалась подобрать естественное освещение так дневного света. Ну как то поближе. Оператор мой сейчас настроит тут свет. Сильно наверное ярко не надо. Ну вот. Получается видно все таки вот кое-где вот эти яркие места. Акценты выделила розовым да. Ну сейчас увидите вот весь вот этот вот процесс вообще как все это делалось. Вот здесь вот краешек затонировала я так чтобы выделить. Ну и приступим теперь к цветочку. У меня две кисточки. Одна кисточка которой я наношу значит краску на лепесточки. Другая кисточка у меня сухая. Я ее немножко смачиваю в разбавителе. Совсем незначительно. Сейчас вот здесь сюда все это расставлю чтобы видно было и понятно. Я вот эту сухую кисточку которую будем растушевывать смачиваю немножко в разбавителе и вытираю ее об салфетку чтобы она была сухая. Но чтобы на ней оставался немножко вот этот состав разбавителя. Разбавитель у меня слабо пахнущий для масляных красок. То есть для масляной пастели и для масляных красок разбавитель. Кисточки у меня синтетика. Плоская синтетика. Вот эту кисточку я немножко сама уже модифицировала. Ножницами там вот скруглила. Ну мне так удобнее вот растушевывать такой вот чтобы она кругленькая была чуть-чуть. Вот. Теперь покажу как. Ну так. Значит проволока длинная. Сейчас мы ее как-нибудь изюльку из нее сделаем. Какую-нибудь изюльку. Чтоб она не мешала. Ну вот как-то так. Не все это здесь будет мешаться. В общем. Вот. Значит берем у нас цветочек. Смотрим. Ну начнем наверное мы с... Полностью все лепестки конечно мы не тонируем. То есть в центре мы не трогаем. Оставляем их светлые. То есть как есть они вот так оставляем. Вот. А начнем тонировать ближе вот уже к краям. То есть выделим цветом крайние допустим последние. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять рядов. Четыре или пять рядов последних. А здесь вот ближе к центру вот эти вот лепесточки. Совсем чуть-чуть только мы вот их заденем. Вот я несколько лепесточков покажу сейчас как потонировать. Дальше уже будете там самостоятельно все это заниматься вот этим росписью художественной. И покажу потом уже что в итоге у нас должно будет получиться. Вот сейчас начнем тонировать. Так. Краска здесь немножко разбавленная. То есть была капелька краски и капелька разбавителя. Буквально вот чтобы сделать ее чуть-чуть пожиже. Но при этом чтобы она не текла. Вот. Зачеркнули вот чуть-чуть вот на кончик кисточки. И наносим мы ее наносим аккуратненько на не по всей поверхности лепестка, а вот кое-где акценты. Наносим акценты кое-где на краешке. И теперь вот эту кисточку сухую обмакнули чуть-чуть буквально вот в разбавитель и вытерли. То есть надо чтобы она сухая была. Вот. Вот. И теперь вот эти акценты. Нужно растушевать. Они хорошо растушевываются такой кисточкой. Она слегка-слегка смочена у нас в разбавителе. При этом полусухая. Растягиваем аккуратно эту краску. С внутренней стороны лепестка тоже там нужно нанести. Немножко. Тоже парочку акцентов. И растушевать. Я надеюсь видно. Я прям очень хочу чтобы было все видно хорошо. Интересный творческий процесс, который вот сложно снять на самом деле. У меня тем более еще опыта не очень много в съемке мастер-классах. Я не так давно веду канал. Всему еще попутно обучаюсь. Вот. Ну очень хочется кому-то вот передать. Кому это интересно. Да. Вот смотрят. Многие смотрят и пишут тоже что им нравится. Мне хочется чтобы все лучше и лучше получалось. Вот. Один лепесточек мы окрасили и растушевали. Надо как-то так чтобы это видно было. Разница. Я надеюсь что видна разница снутри и снаружи и внутри. Так. Давайте сейчас попробую. Прям вот. Нет. Не видно. Да так сильно засвечено получается. Так. Можно добавить еще чуть-чуть по самому-самому краешку акцент. Вот. Выделить чтобы. Вообще вот на самом деле тонировка у меня занимает довольно много времени. Особенно когда я тонировала тот цветок который вот маджента насыщенно яркий. Там у меня ушло на тонировку. Ну часа четыре у меня ушло. Где-то так. Интенсивность окрашивания определяете сами. Чем ярче вы хотите сделать цветок тем больше слоев вот таких вот вкраплений краски наносите. Я не хочу сильно яркий поэтому два слоя мне вполне достаточно будет. Аккуратненько то растушевываем так чтобы не было видно переходов. То есть растушевываем вот эти вот так вот краску нанесли и растушевываем и вверх и вниз и в стороны чтобы не было видно никаких этих переходов. Вот так. И полностью весь лепесток я не прокрашиваю. То есть я добавляю только акценты. То есть вот допустим с одного краешка у меня вот розоватый в центре он получился посветлее и с другого краешка менее даже вот яркий. То есть здесь вот он получился ярче всего. Вот. И с внутренней стороны у меня там уже достаточно прокрашено. Хватит. Здесь с внутренней стороны наверное хватит. вот паспортно за окном и вот не хватает уже освещения дневного. Приходится изобретать вот эти штативы с этими лампочками. вот эта LED лампа. Я надеялась, что она будет очень хорошая и качественная. Она конечно в работе она удобна, а чтобы вот зафиксировать это на видео оказалось вот это проблематично. как надо попробовать фокус выделить и свет настроить. Ну в общем вот давайте еще покажу лепесточек. Другой лепесточек покажу. Следующий вот который рядышком. Здесь я хочу выделить наоборот центр лепесточка. Поэтому наносим на центр. Такие вот украпления. Снутри и снаружи наносим. То есть с двух сторон нужно лепесточек потонировать. Не с одной стороны. Ну вот. Буквально вот совсем понемножку краски наносим. Она очень яркая. Поэтому много если нанести можно испортить лепесток. Потом придется его отмывать тогда этим растворителем. А это уже будет в работе грязь. Я люблю растушевки очень плавные. Чтобы работа не смотрелась грязно. Честно я видела такие окраски. Не буду конечно сейчас никого не хочу обидеть. У каждого свое видение. Но вот видела как некоторые просто вот толстым слоем масло вот намажут на цветок. И ничего не растушевано. И это потом видно что окрашено. Поэтому я такого стараюсь не допускать. И поэтому вам тоже стараюсь показать так, чтобы это выглядело более натуралистично. То есть у меня стремление как раз вот приблизиться к натуральности. Вот именно чтобы вот ботаническая скульптура получилась не просто цветок ручной работы. Чтобы он был натуральный. Приближен к ботанической точности. Очень приятно когда кто-то незнакомый смотрит на твой цветок. И в недоумении остается когда он говорит что это не живой цветок. Вот с этим ярким ранункулюсом получилось так что я его делала не дома. Мы были с мужем в гостях у его мамы. И я слепила его там за три дня. И вот когда мы ехали обратно я несла его в руках. Он еще был не полностью даже просохший стебель. И вот люди даже останавливались и говорили а где вы взяли такой красивый цветок. И я говорю что я его сделала сама. И вот было недоумение такое. Я думаю надо же что так на живой похож. Что некоторые даже не верят что так можно. Конечно ради таких моментов хочется творить красоту. Очень такие приятные моменты. Вообще очень люблю когда люди интересуются искусством. Я сама вот к этому всю жизнь испытываю тягу непреодолимую. Вот эта вот способность к созданию цветов у меня тоже открылась так можно сказать спонтанно. Внезапно просто один раз увидела где-то случайно в интернете. Ну и оказалось что не случайно увидела. Влюбилась так что бесповоротно. Теперь у меня это основной род деятельности. ничего другого не хочется. Никакой другой деятельности именно вот этим заниматься. Передавать знания и опыт. Занимаюсь я лепкой. Значит в апреле двадцать первого года было три года. Ну а за эти три года у меня просто немыслимое количество часов проведено за этим делом. Первый год я не вылазила практически вообще не выходила из-за рабочего стола. Было такое желание освоить уже все эти навыки, вот эти все техники. Какие-то техники сама себе вот придумывала. Первый год все это вручную. Практически с минимальным набором инструментов. Вайнеров, катеров. Катеров у меня не было. Два года я лепила вообще без катеров. У меня все вот такие вот цветы все были вручную. Все лепесточки на ладонях раскатывала. И розы, и ранункулисы, и все остальное. Вот. Я потом решила уже ускорить, так сказать, свой процесс. И накупила разных материалов, инструментов. Вот. Теперь мне более комфортно работать стало. Ну и то какие-то цветочки я катеры не использую. Ну, какие-то мне удобнее делать вручную. Так. Вот. Значит, смотрим, что там у нас еще внутри. Не прокрашиваем. Так. Вот, значит, вот таким образом вы лепесточки тонируете. Три листочка. Лепесточка, вернее, я вам показала. Чтобы не запачкать соседние лепесточки, когда вы их растушевываете, можно подкладывать чистую салфеточку. Ну, какую-то бумажку мягкую. Вот таким образом. Подкладываете. Вот так. И вот так вот растушевываете. Чтобы ничего не залезло, не зашло на соседний лепесток. Вот, как видите, здесь уже немножко запачкалось. Поэтому просто раз-раз-раз и аккуратно подотрем. Чтобы работа была чистая, аккуратная. Вот. То есть вот таким образом тонируете лепесточки. Я сейчас поднесу к окошку и покажу у окна, как это вообще должно смотреться. То есть попробуем снять вот максимально вблизи вот эту вот растушевывание. Посмотрите. Вот эти лепестки не окрашены, да? Вот эти. А вот эти окрашены. И аккуратно это все растушевано. Видите, вот здесь вот в центре. Здесь по краям видно, да? Вот. И смотрим снутри. Вот они все, вот эти вот акценты, хорошо видны на просвет. Особенно здорово света. То есть вот все лепесточки, вот так вот тонируем. И стараемся кисточкой работать вдоль вот этих вот прожилок. Кстати, вот так вот очень хорошо видно прожилки. Посмотрите, как красиво. Вайнер это вот лаур портрет. Великолепен. Как здорово все это видно. Продолжайте тонировку. Посмотрим, что у нас там в конце. Вот у нас тонированный цветок. Аккуратно все лепесточки окрашены, растушеваны. Сильно, конечно, ничего бы мы не меняли. Радикально, да? Но видно все равно, что выделены лепесточки. Цветочек стал более нарядный. Более нарядный, красивый. Вот, листочки у нас тоже уже окрашены. Можно, в принципе, начинать собирать ветку. Продолжаем осмотреть. Пог truth秒. Попроб便h... Попроб security. Первыйfounder о предпiamenteejная метод ! Запомн подержать! Попробуем. Продолжение следует...